Притча о лучшей жене Вождя красавица, умница. Ты сделал правильный выбор, женись. Ты меня не понял, друг. Я женюсь на младшей дочери вождя. Ты что с ума сошел? Она же такая... Не очень. Это мое решение, и я это сделаю. Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошел свататься. Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила 10 коров. Пригнал он 10 коров и подошел к вождю. Вождь, я хочу взять замуж твою дочь, и даю за нее 10 коров. Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица-умница, и она стоит 10 коров. Я согласен. Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей младшей дочери. Ты что, шутишь? Не видишь, она же такая, не очень. Я хочу жениться именно на ней. Хорошо, но как честный человек я не могу взять 10 коров, она того не стоит. Я возьму за нее 3 коровы, не больше. Нет, я хочу заплатить именно 10 коров. Они поженились. Прошло несколько лет и странствующий друг, уже на своем корабле, решил навестить оставшегося товарища и узнать, как у него жизнь. Приплыл, идет по берегу, а навстречу женщина неземной красоты. Он ее спросил, как найти его друга. Она показала. Приходит и видит, сидит его друг, вокруг детишки бегают. Как живешь? Я счастлив. Тут входит та самая красивая женщина. Вот, познакомься. Это моя жена. Как? Ты что, женился еще раз? Нет, это все та же женщина. Но как это произошло, что она так изменилась? А ты спроси у нее сам. Подошел друг к женщине и спрашивает. Извини за бестактность, но я помню какая ты была, не очень. Что произошло, что ты стала такой прекрасной? Просто, однажды я поняла, что стою, этих десяти коров. Притча о лучшем муже. Однажды к священнику пришла женщина и сказала. Ты два года назад поженил меня с мужем. А сейчас разведи нас. Я не хочу с ним больше жить. Какова же причина твоего желания развестись? Поинтересовался священник. Женщина так объяснила. У всех мужья вовремя возвращаются домой, мой же супруг постоянно задерживается. Из-за этого дома каждый день скандалы. Священник, удивившись, спрашивает. Причина лишь только в этом. Да, я не хочу жить с человеком, обладающим таким недостатком, ответила женщина. Развести-то я вас разведу, но при одном условии. Возвращайся-ка ты домой, испеки большой вкусный хлеб и принеси мне. Но когда будешь печь хлеб, ничего не бери в доме, и соль, и воду, и муку попроси у соседок. И обязательно объясни им причину своей просьбы, сказал священник. Эта женщина отправилась домой, и не откладывая принялась за дело. Зашла к соседке и сказала. О, Мария, одолжи мне стакан воды. У вас что, вода закончилась? Разве во дворе не вырыт колодец? Вода есть, но я пошла к священнику, чтобы пожаловаться на мужа и попросила развести нас, объяснила та женщина. И как только она закончила, соседка вздохнула. Эх, если бы ты знала какой у меня муж, и начала жаловаться на своего супруга. После женщина отправилась к соседке Аси, чтобы попросить соль. У тебя соль закончилась, просишь всего одну ложку. Соль есть, но я пожаловалась священнику на мужа, попросила развода, говорит та женщина, и не успела она закончить, как соседка воскликнула. Эх, если бы ты знала какой у меня муж, и начала жаловаться на своего супруга. Так кому эта женщина не заходила, чтобы попросить, ото всех слышала жалобы на своих мужей. Наконец она испекла большой вкусный хлеб, принесла священнику и отдала со словами. Спасибо тебе, отведай мой труд вместе со своей семьей, только не думай развести меня с мужем. Почему, что случилось, дочка? Спросил священник. Мой муж оказывается, лучше всех, ответила ему женщина. Притча о настоящей любви Один раз учитель спросил у своих учеников. Почему, когда люди ссорятся, они кричат? Потому что теряют спокойствие, сказал один. Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? Спросил учитель. Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен? Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он объяснил. Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат напротив, говорят тихо. Потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что происходит? Продолжал учитель. Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Притча про счастливую семью. В одном маленьком городе живут по соседству, две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто из них прав. А другие дружно живут, ни ссор у них, ни скандалов. Девица строптивая хозяйка счастью соседки и, конечно, завидует. Говорит мужу, пойди подсмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо. Пришел тот к соседскому дому, притаился под открытым окном и прислушивается. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так что вот-вот упадет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. Ох, что сейчас будет, думает сосед. Он тут же представил, какой скандал был бы в его семье. Подошла жена, вздохнула с сожалением и говорит мужу. Прости, дорогой. Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Я виновата. Так неаккуратно вазу поставила. Нет, виноват я. Ну да ладно. Не было бы у нас большего несчастья. Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему. Что-то ты быстро. Ну что посмотрел. Да. Ну и как там у них? У них-то все виноваты. Вот поэтому они не ссорятся. А вот у нас все и всегда правы.